Маша Трау. Давайте поприветствуем, аплодисменты. Справилась, мне кажется. Здрасте. Спасибо, что дошли в такую погоду, непростую, и майские праздники. Рада всех видеть, даже те, кто зашел случайно и собирался. Правда, очень рада здесь всегда быть. Это вот как раз вчера здесь была моя дочь с мужем, и она впервые увидела мои афиши. И там внизу, и выше, и она вот наконец-таки поняла, что мама знаменитость оказывается. И муж ей показал вот этот зал. То есть вот, ну, стоило здесь сюда приехать, хотя бы ради того, чтобы дочь увидела афиши, и, в общем, как-то очень гордилась мамой. Да, Мария, спасибо, и это взаимно. Мы всегда рады видеть вас в Московском Доме книги. И в конце вечера мы подарим вам эту афишу. И если готовы, то тогда начнем. Ваша книга «Когда мама, это ты» — сборник небольших заметок из писательского блокнота. Истории жизни, воспоминаний и наблюдений. Здесь в очередной раз раскрывается ваш талант наблюдательного рассказчика, внимательного к деталям. На первый взгляд, незначительным. Это именно то, за что многие годы читатели ценят вашу прозу. Скажите, а как вы запоминаете важные детали, которые так украшают некоторые тексты? Вы везде всё время носите с собой блокнот, записываете? Или у вас есть какой-то другой способ не упустить важное? За что я люблю эти встречи? Потому что вот это вот слушаешь, такая вот лесть наглая, лицом приятная, невероятная. Главное, так вот хорошо, когда просят про книгу рассказать, да, я вот не могу. А у вас тут так вот прям лучше, чем не скажешь, вот честное слово. Нет, я не хожу с блокнотом, но здесь как раз много вещей появилось именно из блокнота, которые лежат у меня на кухне, и куда я вот что-то записываю. Здесь как раз были всякие детские фразы, детские какие-то штуки. Здесь же моя воспитанница Полина, в прошлом году у меня был опыт репетиторства, который печально закончился, потому что я не состоялась как репетитор. Ребёнок знал всё, что нужно, а то, что нужно, не знал. И вот она там тоже что-то рисовала, писала, я пыталась ей объяснить там разницу между точкой и запятой. Там же были рисунки её младшей сестры, двухлетней, и у меня просто рука не поднялась выбросить этот блокнот. Собственно, ради вот этих вот смешных вещей. И вот какие-то, да, то, что вот первая часть такая радостная про детей, про то, как мы делаем уроки, как мы учим стихи, как мы там пытаемся разобраться с крышечками, прописанными буквами. Вот это всё правда, это всё из блокнота, это даже не надо было для чего придумывать, это просто можно было списывать, открыть вот и списывать. Сейчас я очень жалею, ну не жалею, но мне грустно будет расставаться с этим годом, с этим опытом, потому что сейчас я уже не стою в чатах родительских, и мне неоткуда списывать. Раньше как вот открыл телефон, и сразу понеслось. А сейчас вот как-то вот дети повзрослели, и нет у меня вот этой вот радости, от которой все страдают, вот её не хватает сейчас. Да, спасибо вам за ответ. И для тех, кто уже читал книгу, а для тех, кто не читал, они узнают, что возрастление является одной из сквозных тем этой книги. Все персонажи проживают изменения, они становятся старше, узнают что-то новое, не столько в окружающих, сколько о себе. И ваш голос слышен на страницах книги через героину, которая проходит все этапы кризиса среднего возраста. Часто ли вы сравниваете себя с собой прежней, и наблюдаете ли вы свои собственные изменения? Расскажите. Можно я потом еще вместе софиши этот листочек, а то мне еще одна встреча предстоит. Конечно. Я буду подсматривать, потому что я как-то не думала, что я пишу про... Ну, там есть, да, конечно, моменты взросления, прежде всего моего детского, да, но я никогда не пыталась вот сравнивать себя с той или пытаться как-то, потому что за это делает это жизнь лучше всего, потому что неожиданно забрасывает в те места, где, ну, я была в детстве, совершенно не собиралась туда возвращаться, и тут вот на тебе, пожалуйста. Спустя 20 лет ты идешь вот по тем же дорогам и понимаешь, что ни ты не изменился, ни эти дороги не изменились, и, наверное, уже не поменяется. Ну, во всяком случае, внутреннее состояние уж точно не поменяется. Если в этом смысле, то да, конечно, здесь и дети взрослеют на глазах, они растут на глазах. Я скорее хотела бы показать, вот как они из маленьких превращаются вот в каких-то вот уже... Ну, не только чужие дети быстро растут, но и свои тоже. Поэтому тут какие-то вещи, связанные там с тем, что моя дочь перестала заниматься гимнастикой, перешла в художественную школу, как мы выступали в художественную школу. Это тоже много для меня опыт, потому что я с Орикой от Серовой не могла отличить. Ну, вот как-то это вот тоже все есть, и... Ну, и опять же, я старалась вложить сюда не только иронию, да, не только смешные фразы, но прежде всего самую иронию, потому что, ну, вот если не смеяться над собой, то глаз начнет дергаться. Да, и не поспоришь. Спасибо вам за ответ. Скажите, ведь ваше детство прошло у бабушки в осетинской деревне. Повлияло ли это местность с ее колоритом на формирование вашего стиля в литературе? Ну, скорее, мое детство прошло не только там. Меня, как я говорю, мама обеспечила мне писательскую карьеру в своей жизни, потому что дебютная книга моя называется «Собирайся, мы уезжаем». С ней я дебютировала, и, собственно, эта фраза абсолютно мамина. Она приходила и говорила «Собирайся, мы уезжаем». Где я окажусь на следующий день или тем же вечером, я не могла представить, потому что это и Северная Осетия, и Север, который такой городок под Нижневартовском маленький, был только построенный. И, то есть, это вот, ну, вот географию я знаю по городам, в которых я жила. Иногда неделю, иногда месяц, иногда дольше. Иногда меня просто отставляли в семье, в какой-нибудь, маму я жила в командировку. Поэтому, вот, там, не знаю, шесть школ я поменяла. И вот это, конечно, ну, конечно, это плюс, потому что есть некий бэкграунд, который я тоже могу, ну, описать, да, именно поэтому я так люблю, вот, именно такое бытоописательство, там, занавески, дорожки, столы и стулья, какие-то квартиры, в которых живут люди, традиции. Вот это мне очень близко все. И, конечно, вот эти вот крючочки и тубочки уже, или те самые пресловутые скелеты в шкафу, вот уже и истории появляются, когда открываешь тубочку, и вот, и все. Главное, тубочку вспомнить. Конечно, повлияло, все повлияло, и каждый день влияет, и мне по-прежнему хочется пробовать что-то новое, другое. Я понимаю, что дети немножко закончились, вот, с следующего поколения пока не подвезли, поэтому нужно будет, видимо, буду сейчас, пока будут, какой-то этап романов, рассказов, эссе, вот что-то такое. Да, спасибо за ответ. Скажите, а читают ли ваши дети ваши книги? Ну, нет, не читали, не собираются, и в голову им это не приходило. Я говорю, вот, до вчера узнала, что ее звезда, оказывается. Ей 13 лет, как-то она благополучно без этого знания прожила, но мама и маму, ладно. Сын тоже, вот, тут была афиша в другом книжном магазине, ему однокурсник прислал эту афишу, и сын подходит, говорит, а ты что, уезжаешь в Питер? Я говорю, что, нет, из чего ты взял? Ну, вот, однокурсник из Питера. Причем, я говорю, ты вот, с чего? Он говорит, вот мне афишу твою прислал. Я говорю, ты из гордости вот это? Он говорит, нет, хотел узнать, будет ли квартира свободная. Ну, вот, ну, нормально. И они растут на классике. Сейчас вот не представляете, Майн Рид, и садим без головы на ночь, это просто какое-то счастье. Это вот прямо, причем, если у сына как-то это не пошло, то вот почему-то тот читает, вот, я и читаю, муж не читает. Ну, просто вот, я сама отрываться не могу. Это же просто песня какая-то. Но они действительно растут на классике, захотят прочтут, не захотят. Ну, я для них мама. Я для них человек, который, ну, что-то там работает. Но вот дочь, например, очень не любит, когда я уезжаю на встречу, потому что вообще непонятно, зачем. Вот сидишь ты там, вот, работай, сиди. Зачем еще какие-то встречи. Так что нет, у них свой выбор. Но вот девушки сына, они мои поклонницы. Их мама мои поклонницы, их бабушки мои поклонницы. Так что я каждый раз спрашиваю, говорю, Вася, у тебя как старая девушка или новая? Я-то рассчитываю пополнить армию поклонников таким образом. Вот. Ну, в общем, вот так как-то. Потому что они, правда, не относятся с юмором ко мне все. И обзывали то огни борту, то, не знаю, вот так как-то. Да, спасибо за ответ. А узнают ли учителя ваших детей себя в книгах? Или они не знают, что вы писатель? Ну, тоже как-то вот я же вошла в историю с дневником мамы первоклассника. И, видимо, больше... Ну, то есть с этим дневником я там и останусь. Пока я его писала, конечно, никто не знал, что я та самая мама и вот тот самый Вася. Более того, там находили таких мам и Вася в других школах. И очень много было писем, когда вот зачем вы это про нашу школу написали. Тогда прям весело было. А потом я тоже не расшифровывала. Ну, во-первых, сын никогда не говорил, что вот у меня мама писательница. Он говорил, родители гуманитарии, статус все сложный. Ну, то есть говорить не о чем. А он физик. И... А потом мне нужно было просто списывать с чатов. Поэтому я тоже не могла раскрыться. Я же... Они же тогда замолчат, я ничего рассказывать не буду. А мне не с чего будет списывать. Поэтому я проходила как мама Васи, мама Симы. И до сих пор как-то вот стараюсь это делать. Она знает учительница русского языка, которая учила и сына, и вот теперь учит дочь. Я ее обожаю. Ей уже много лет. И вот она вот по старой советской. Они у меня пишут идеально. Просто идеальной грамотности. Вот вообще ничего не надо. Вот она знает. Знает первая учительница, опять же, и Васи Симы. Но ей об этом рассказали о ее дочери, которые вот стали моими поклонницами. Сказали, мама, ты вообще в курсе, кто у тебя тут это вот? Она говорит, о, ну, прекрасно. Вот. А так что нет. Надеюсь, что... Вот в художественной школе, где сейчас дочь учится, там в чате муж состоит, он у нас новосельцев. Вот он, почему он пришел как-то вот с чатом, он говорит, а почему ты не сказала, что все это правда? Я-то думала, что ты выдумываешь, что вот все, что ты пишешь, это ты придумываешь. Тут он получил полностью вот этот родительский чат. Я говорю, успокойся, вот выключи звук, вечером прочтешь. И там, собственно, тоже все равно, ну, как-то... Ну, зачем? Да, спасибо. Скажите, а в каком жанре вам легче всего работать? И влияет ли как-то выбор жанра на скорость написания книги? Ну, работать в любом жанре тяжело, во-первых, если относиться к нему всерьез. То есть скорость зависит от графика, а графика — это три книги в год. Поэтому вот эти три книги нужно поделить на месяц, на год. Плюс еще какие-то другие проекты тоже параллельно идут. Иногда в работе три рукописи сразу. И тут важно переключить регистры и не забыть, кому я что обещала послать и не перепутать редакторов. Вот кому что. Ну, это прежде всего... Ну, мне это не сложно, потому что я из журналистики все-таки, из ежедневной газеты. Поэтому для меня это как раз комфортный темп. Но очень люблю рассказы. Вот могу проанонсировать следующую книгу, которая будет называться «Невозвратный билет». Вот там как разборник рассказов. Это вот то, что мне... Ну, вот мне это нравится. Я такой спринтер все-таки. То есть написать там... Писать один роман пять лет и вот какой-то такой вот том, чтобы вот убить можно было — это точно и про меня. Я не смогу. А какие-то вот короткие заметки, эссе, вот то, что есть вот здесь, когда читатель может додумать концовку, когда есть открытый финал, вот это мне нравится. Да, спасибо. И для тех, кто еще не знает наших гостей, зрителей, я хотела сказать, что вы самостоятельно озвучивали аудиоверсию сериала полное озвучивание. Это был ваш первый опыт? Первый и последний, потому что это все-таки отдельная профессия, отдельный навык. Хотя... Но тогда просто была пандемия, ничего не работало, а озвучивание задумывалось как сериал, и нужно было раз в неделю выдавать голову и, соответственно, раз в неделю записывать. И там очень много забавного. Это тот случай, когда тоже не надо было придумать, можно было списывать. Потому что потребовался один компьютер, потом второй компьютер, чтобы звук, вот это вот все. Потом поп-фильтр, который я пыталась... Я же умная, я загуглила, как шить поп-фильтр своими руками, простая выкройка. Оказалось, что я не одна такая, там толпа народу интересуется. Вот возьмите пяльца, натяните чулок, там, поставьте туда. Вот когда сын пришел и увидел, как я на... А, сын купил мне микрофон, потому что вот только с микрофоном. Когда я чулок натянула на микрофон, а подставку он мне забыл купить, поэтому микрофон стоял в вазе. Для цветов сверху был мой чулок, между прочим, очень дорогой и ценный, мне его было жалко резать. Сын решил, что ну все, маму уже куплю. Ну и плюс еще, это же в самый нужный момент, кто-нибудь заходил с вопросом, а когда обед, тут ездила машина, которая кричала, вышли все из парка, и вот это все. Там шел ремонт, тут шел ремонт, и вот это попасть между дрелью, а еще в какой-то момент, там мимо проходил муж, который ворвался и говорил, как позор, ты не знаешь, как по-итальянски произносится луковица. А я описываю прическу для гимнастки, которая в разных странах называется по-разному, в том числе по-итальянски там. И неправильно произношу, естественно. И он говорит, как, как? Ну то есть, как я вообще могу с тобой жить, если ты не знаешь, как по-итальянски луковица? А меня же приклинило, я же не могу сразу сообразить, что это от Чипо, да, от Чиполина, вот это все. Ну, в общем, ну и смешно, и весело, и тяжко было очень, потому что, там, ты пишешь 40 минут, и в конце звонит мама, естественно, мама, пожалуйста, и вот это вот все у нас марку. Прекрасный звукорежиссер, который мне говорил, что у меня взрывное «Б», выкусывание звука, там, а вот как я, а у меня там еще грузинская речь, вот как я могу взрывного «Б» передать вот грузинскую речь, и вот как без выкусывания звука. И, в общем, у меня очень много было недостатков, я ему писала письма, такие лирические, он не отвечал, но он это все слушал, он был вынужден слушать, как вот все, что я ему, все, что я ему хочу сказать, вот, и он слушал. Не знаю, пока больше не просили озвучить еще раз что-нибудь. То есть другие свои книги вы не хотите озвучить? Может быть, я и хочу, но мне не предлагали, и... Ну, надеюсь, это еще будет. Уважаемые гости, у кого-нибудь появились вопросы к автору? И у нас есть вопросы с зала. Добрый вечер. Как вы прокомментируете известную фразу, вот, устами ребенка глаголит истина? Ну, так и есть, да. Дети, мне кажется, они вообще умнее нас и мудрее нас, потому что ребенка невозможно обмануть, его... Он сразу все чувствует. С ним, с детьми невозможно сфальшивить. То есть, или ты вот отдаешь сердце и душу, или нет. Потому что дети абсолютно все... Ну, в моем случае дети все чувствуют сразу. И иногда они, ну, вот, замечают больше, чем взрослые, и больше, чем должны замечать, даже малыши. Поэтому, ну, да, я считаю, что так и есть, конечно. Да, спасибо за ответ и на тему детей. Сейчас это для многих является проблемой. Скажите, как пробудить у ребенка интерес к чтению? Никак. Возьмите книжку сами и читайте. Рано или поздно ребенок решит узнать, что там такое под обложкой находится. Я не приучала детей к чтению, правда, не приходилось. Я просто они рано оба начали читать. Видимо, я засыпала на самом интересном месте. Или как-то вот, да, есть традиция, что мы каждый вечер читаем детям. Вот это такая, ну, ритуал, скорее, да, это не обязанность, это просто такой ритуал. Причем, когда там обычно читает муж, потому что я говорю, так, а теперь я бы быстренько расскажу, что было дальше. Нет, пожалуйста, не рассказывай. Мне поскорее хочется рассказать как-то, как весело дальше-то. Когда вот мы с мужем не можем читать старший брат, сестре, и это вообще охотаться можно, потому что это такое тоже единение какое-то. Они всегда читали разное, конечно, подбирали по возрасту, там, по интересам каким-то, но вот опять же я не знала, что у дочки пойдет садим без головы в 12 лет. Сын, конечно, сейчас уже читает больше техническую литературу такую учебную, с дочкой еще можно повеселиться, или, ну, не знаю, мне кажется, что правда, если читают родители, причем вот запойно, да, когда вот ты лежишь и вот просто наслаждаешься, дети это тоже видят, и, наверное, становится интересно. Какие-то вещи, конечно, нельзя, там, вот там, гоголь тот же, да, вот иди, вот 20 страниц пока не прочтешь, вот не выйдешь, там, гоголь вообще объяснять нужно, вот гоголь я всегда с детьми читаю, потому что очень каждое слово надо объяснять, что это, как это, вот где это, почему это так называется, да, это уже совершенно другая история, и, конечно, я там не буду орать, если ребенок не прочел почти, ну, по литературе там, что-то такое, то, что он не может понять, конечно, надо объяснять, вот, и читать вместе, наверное, так, если с маленькими, то вместе, да, чтобы это было весело. Да, спасибо за ответ. Дорогие друзья, чей вопрос будет следующий? Здравствуй, Мария, Виталий, я хотел бы задать вопрос вот по поводу ваших книг, вот я посмотрел, я с вами, ну, вас не знал, это как, вообще, то есть, впервые услышал, и вот, там, Маша черными буквами, а все, с они книги, там, разные оттенки, цвета, вот эта фамилия, это какая-то связь есть, или нет? Еще вопрос, можно ли? Да. Еще, вот, по поводу, сейчас, то есть, я сравнивал, вот, Толстого, Тургенева, Набокова, и вас, то есть, вот, мало народу, то есть, присутствует вообще-то, то есть, сейчас, это как, ну, сложная обстановка, там, ну, я имею ввиду, организация, это, парады, правоохранительные органы, и все прочее, и у вас этот смысл, то есть, какой-то очень огромный, в этих словах, названиях, я не знаю текст, не читал, и, то есть, я сравниваю вас с Набоковым, с хорошим смыслом, это слово, с Тургеневым, это Толстым, то есть, проза ваша очень сильная, судя по названию книги. Ну, надеюсь, если вы прочтете, вы не разочаруетесь. И вот, еще вы сказали, там, выражение было, собрались, уезжаем, собираясь и уезжаем, то есть, в настоящее время, два разных процесса, или собираясь и уезжаем, вот как это все, то есть, сталкиваетесь вы на антиитарном уровне, с криминальными авторитетами, какими-нибудь, это не шучи. Спасибо. Пожалуйста, как, да, давайте, постараюсь по порядку, обложку, это, это все-таки работа дизайнера, нескольких дизайнеров, художников, поэтому шрифт разработали тоже специально под эту серию, поэтому вот решили, что вот будет такое оформление, у нее это оформление, кстати, очень нравится, черно-билое. За сравнение, опять же, спасибо, но вот с Трифоновым обычно сравнивают, потому что вот именно быдоописательство такое. Почему столько людей, я очень рада, даже если один человек в зале сидит, и два человека, это мои читатели, это, так что я ценю любого, каждого, и веду встречи, два человека, один человек, неважно, я все равно буду вести эту встречу. Так что, не знаю, я правда считаю, что я должна работать для людей, которые, ну, которых я не могу подвести, которые ждут какую-то новинку, ждут книгу, ждут общения, и поэтому я с вами вот здесь и буду всегда надеясь, да, для меня это очень, ну, действительно бесценно, когда было тяжело не видеть во время фантомения, не было вот живой эмоции, живого отклика, то сейчас я вот у меня тур по всем книжным магазинам, и я просто счастлива, потому что везде своя аудитория, кто-то приходит на одну встречу, потом приходит на вторую, ну, это классно. Да, спасибо вам. Чей вопрос будет следующий? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я недавно посмотрела, до сих пор сейчас в кинотеатрах идет фильм, который про французский фильм про 13-летнего ребенка, как раз ровесник вашей дочери, который решили поехать в Африку, и незаметно от родителей продают вещи, коллекционные часы и прочее в течение некоторого времени, чтобы собрать фонд, и мне понравилась реакция, то есть в начале это была вспышка, а потом родители присоединились и пошли как раз на те мероприятия. Скажите, пожалуйста, нечто подобное было в вашей жизни? Спасибо. Ну, подобного, наверное, я не припомню, но дети всегда, то есть им не приходилось скрываться, они всегда мне все рассказывали. И, собственно, я была инициатором каких-то первых поездок сына, когда вот это какая-нибудь Карелия, вот байдарки, вот это все. И он был, муж, конечно, там переживал, бегал по потолку, я говорила, надо, пора. Там первая его карточку, потому что мне надоело, когда он ходит, вот дай 100 рублей, завели ему, да, ответственность какая-то. И, конечно, я поддерживаю любую инициативу, если считаю ее разумной, да. Но, опять же, важно понять, откуда растут ноги. Мне всегда, то есть не может ребенок просто прийти и сказать, а мне надо вот это. Нужно понимать, откуда взялось вот то или иное желание, да. Поэтому, конечно, я стараюсь поговорить и узнать, о чем идет речь. Опять же, они не боятся мне ничего рассказывать. Наверное, потому что я начинаю хохотать сразу, потом пытаться придумать, что-то, а она что, а он что, да, то есть я все время, ну это не сыграешь, да, и мне действительно очень интересно, чем живут дети, да, что они слушают, как они смеются, как они, над чем они смеются, что у них болит, что у них в голове творится. И, видимо, я настолько делаю это, ну я правда делаю искренне, что они меня не, ну даже вот одноклассники, дочери, они как-то очень спахнут, то есть они не замыкаются, не заболкают. Там одна девочка только как-то спросила, это твоя мама? А Сима говорит, да, она такая, о, прикольно. Ну, видимо, я тоже недалеко от них ушла, от того возраста. И мне правда интересно, ну, невозможно поделать этот интерес, поэтому, конечно, я за любой, за любую инициативу, за любую какую-то такую вот авантюру, и рядом, и пойду рядом, ищусь туда же с ними. Это же забавно, тем более, что если там, сын был такой, он такой, ну, был легкий на подъем достаточно, то дочь очень такая структурированная. И вот сейчас у них должны были быть пленеры в Питере. Она говорит, я не поеду. Я говорю, почему? А я уже представила, у меня новый материал, у меня вот это пленеры, это же я еще ничего не знаю. Но она говорит, это будет, это не пленеры будут, а сплошные опоздания. А она не умеет опоздать, потому что вот педагог, они там, ну, такая вот, она сегодня одна идея, завтра другая, вот, и дочь это не очень понимает, и для нее это вот такие сплошные страдания. Поэтому вот когда она научится планировать, когда будет понятно за 4 месяца, что они будут делать, там, не знаю, в 2 часа дня, в таком-то году, вот тогда она поедет. Ну, разные абсолютно, потому что кому-то нужна вот этот вот дух такой авантюризма, да, кто-то от него страдать будет. И наоборот, нужен какой-то вот такой очень четкий план. Не знаю, все от ребенка зависит, честно. Спасибо за ответ. Есть ли в зале еще вопросы? Очень приятно вас слушать. Я знаю, что такое пример, потому что у меня дочка просто-таки прошла через пленеры в художественной школе, я понимаю, о чем вы говорите. Вот, но у меня вопрос не об этом будет. у вас привлекнула такая фраза, что вы пишете 3 книги в год. Я правильно понимаю, что у вас есть некий план? Просто, ну, мне хотелось просто понять, вот как у писателей рождаются вот такие планы по написанию книг, потому что же требуется вдохновение, насколько я понимаю, или вот понятно, что вот некоторые великие писатели не имели заказ, да, заказ есть, они пишут, что вдохновение не всегда, как бы это то, что должно посетить, да, иногда это просто работа. У вас как это происходит? Вот у меня это происходит, как вы, я всегда считала это работой, потому что вот всем, там, молодым авторам я всегда говорю, что мусор не прилетает, вдохновение не посещает, включаетесь, никакое озарение, там, в какой-то момент не накрывает, это все мифы, ну, то есть, может быть, кого-то накрывает, но я еще не дошла до такой степени гениальности, чтобы что-то там на меня снисходило. У меня исключительно, вот, стул, пальцы несломанные, там, клавиатура засыпанная какой-нибудь там детскими баранками или еще чем-то, ну, и, собственно, садишься, работаешь каждый день. Действительно, это такой каждодневный труд, очень тяжелый, и это не только книги, это еще и редактура, и верстка, и все это вычитать надо, и другие проекты, которые идут про Ленина, и от которых я тоже не могу отказаться, потому что они мне интересны. Ну, может, когда-нибудь, возможно, меня что-то и посетит, но пока это дедлайны, знаки, количество знаков, это там есть график, который действительно вот раньше на холодильнике висел, сейчас я как-то уже и без него уже справляюсь, то есть есть даты, и вплоть до дат, когда я должна сдать рукопись, потому что это, если бы за все за это отвечала муза, то, возможно, можно было бы договориться, а оптовики, художники, корректоры, редакторы, маркетинг, это же целая огромная машина, которая работает на то, чтобы эта книга появилась, и я всегда говорю, что я в этой вот этой вот машине шестеренка, да, без этой шестеренки там не заведется ничего, но поверьте, то есть если я не сдам вовремя или там задержу рукопись или еще что-то, то будет больно всем, потому что по голове получат все вот эти вот, это же строится и планы, да, игры, и это не то, что вот, ну, там, о, берем, да, я более-то скажу, что даже спустя вот эти 15 лет, что я почти 40 книг, у меня не каждую рукопись могут принять, я до сих пор хожу и дрожу, возьмет редактор или не возьмет, понравится или не понравится, и к счастью, я вот очень хочу, чтобы это у меня осталось навсегда, потому что корону, конечно, очень хорошо, очень легко надеть, но так же легко ее и быстренько кто-нибудь собьет, вот как пока, поэтому я, да, я такой ремесленник, я работаю, кто-то ходит на работу, а я вот хожу на кухню, где у меня стоит, булькает кастрюля, и вот тут я работаю рядышком, потому что у меня даже кабинета своего нет, и, естественно, как бы там, единственное, о чем я прошу, это вот такую же графику детей, но они и сами такие, чтобы, вот, у меня дети не делают уроки в час ночи, до часу, потому что в 10 я должна сесть и писать, и уже все должны в это время лежать там, угомониться, от меня ничего не хотите, и холодильником желательно не хлопать, вот до 10 хоть ухлопайтесь, ну, потому что это мой график, да, там, кто-то работает по утрам, но я знаю сейчас очень много писателей, которые именно в графике, но опять же, где там, обожаемый мной Чехов, письма Чехова, где он регулярно жалуется на редакторов, на издателей, на то, что он уже не может, да, что вот у него там опять что-то не пишется, а сдавать надо, вот, ничего не меняется, не знаю, очень хочу вот познакомиться с писателем, которые расскажут про музу, но пока не это, как там, может, хлопками там, щелчками вызвать, у меня это получается. Спасибо за ответ. Уважаемые зрители, есть ли еще вопросы? Потому что собрался материал, который мне был дорог, дорог в смысле, вот, памяти, воспоминания какого-то, потому что мне хотелось, чтобы, ну, чтобы вот этот вот небольшой кусочек жизни, да, ценный для меня и для моих вот подруг, и детей моих подруг, чтобы у них тоже осталось какой-то, ну, даже не памяти, нет, это как раз вот такая вот тот самый репортаж, да, репортажное такое письмо, которое, ну, во-первых, мне нравится этот жанр, во-вторых, им очень много, можно сказать, вот такая легкость, за которой стоит, в общем, что-то, надеюсь, что-то стоит, во-всяк случае, я пыталась вложить некий смысл туда. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о начале вашего творческого пути, с какого момента вы вдруг захотели написать, что-то, с чего это началось? Ну, началось с бабушки, которая была главным редактором районной газеты, я все время находилась в типографии, где это вот эти вот типографские вот эти станки, черный набор, еще вот этот запах типографской краски, я вот выросла в этом во всем. Бабушка была абсолютно фанатичным журналистом, вот это вот письмо позвала в дорогу, и она улетела на три дня там спасать всех, вот это вот все. И когда вот как раз бабушка, она плавает, мне кажется, с музой, потому что у нее там летали листы по ночам, вот эта вот пишущая машинка, и вот если бабушка работала, все, все ходили на цыпочках, у меня никто не ходит на цыпочках, а вот бабушка творила вот это вот. И я хотела действительно поступать в Литинститут, занималась на курсах, и у меня были перспективы, но опять же там собрались гении, я понимала, что вот я не настолько я могу, то есть мне хотелось стоять на ногах, для этого нужно было зарабатывать, зарабатывать поэзией. Я не понимала, как зато понимала, как заработать журналистика, поэтому с 16 лет я была в газетах, писала какие-то заметочки, за которые можно было тут же получить денежку. Опять же, в МГИМО я поступила как юное дарование, тогда была квота, и вот меня взяли как юное дарование, но для этого я должна была эту квоту отрабатывать, каждые полгода приносить публикации какие-то, работы свои, иначе бы меня выгнали, ну не дарование, все, а медиатюля. И пока все наслаждались студенческой жизнью, я впахивала, и вот был вопрос, там, колготки или поесть. Я очень была всегда вот такая тонкая и звонкая, потому что выбирала колготки. И, ну, тяжело было, потом была ежедневная газета, я работала в Известиях, в новых Известиях, и в московских новостях, и специализировалась на таких портретах. Я имею в виду такие, ну, не знаю, жены, политические деятели, там, не знаю, королевская семья, была вот такая специализация. И у меня было все хорошо, там, прекрасно, и сын, и муж уже, и, в смысле, муж, потом сын. И, но муж, в какой-то момент, мне было 28 лет, он сказал, что, знаешь, что, вот это вот все твое, дежурство, газеты, уехала, прилетела, вот, планерка, вот это вот все ему не надо. Вот вообще он мечтал о домохозяйке, вот чтобы щи-борщи по расписанию, и вот это, вот это все. И, я не знаю, почему, на самом деле, сейчас я ему благодарна, потому что это был его выбор, это был не мой выбор. Он просто сказал, что, слушай, ну, выбирай, давай, или вот семья, или вот это вот, коллектив. Ну, и плюс еще сын, который меня до 6 лет как-то так не замечал, мама и мама. А тут у него, вот именно в 6 лет началось то, что обычно он там в 3 года, когда задержится за ебку и кричит, не пущу, не нет. И, собственно, я вот в один день уволилась, все упали в обморо, потому что не понимали, с чего вдруг. А я выдала такую кавказскую девушку и сказала, да, муж сказал, хорошо, я пошла. И 2 месяца я, собственно, просидела домохозяйкой, честно, щи-борщи. Но, поскольку муж пишущий по вечерам, вот это клацание по клавишам, ну, мне тоже надо было как-то куда-то девать вот это. И, а, еще тогда коллеги меня вернули, потому что сказали, ну, не хочешь ходить на работу, напиши колонки. И я уже стала тогда колумнистом. Опять же, не моя была идея, меня просто позвонили бывшие коллеги, говорили, что, сдурелась, что ли? Ну, ну, так не хочешь, давай сяк. За что я, правда, им очень благодарна. И я написала за пару месяцев повестушечку. Муж позвал меня в арту, он сказал, что вот ха-ха, вот тебя там только не хватало в этой вечности, давай. И я с ним поспорила на шоколадку много раз рассказывала, отправила рукопись в три издательства самотеком. Я пришла в книжный магазин, открыла книги, которые лежали на кубике, выписала издательства, которые самые были на тот момент. И вот самотеком по общей почте отправила в три издательства. В одном меня потеряли рукопись, а в другом издательстве нелестно отозвались, а точнее, ну. А из третьего мне позвонил редактор Юли Массеевна Раутбурд, с которой я работаю до сих пор, и который спросил, у вас есть что-нибудь еще? Я сказал, конечно, есть, не моргнув глазом. И за два месяца написала еще одну повесть. И вот Юли Массеевна меня тогда открыла. А это было же еще время, когда не было вот этих, ну, то есть мы не все владели ПДФами, то есть рукопись, они распечатывались, они складывались в папочку на тесемочках. И это было здание какого-то бывшего завода или чего-то вот с огромными окнами во всю стену. И не было немного света в помещении, потому что вот эти папочки на тесемочках, они лежали на подоконке, от пола до потолка. И дневной свет сквозь них не просачивался. И вот как меня вытащили вот из этой вот, не знаю, стопки, опять же, Юли рассказывала много раз, что это было как раз и вот такое счастье, что она открыла меня. Она же открыла Марию Метлицкую в то же время. И это была такая редакторская удача и редакторское счастье, да, вот открытие автора. и я вот всегда, ну то есть редактор это главный человек в жизни, профессиональной жизни писателя. И вот собственно, Юлия Мусевна, она вот сейчас живет в моей голове, она, если мне нужно, ну то есть это уже близкий человек, но я никогда не забуду вот, 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 что это. Именно она вот вытащила ту самую мою бабку. Ну и потом вот понеслось как-то все бойко. Да, спасибо вам за столь развернутый ответ. Есть ли у нас еще вопросы в зале? Ну что ж, если вопросов нет, тогда есть. Тогда и снова варианты других стран. Анна, скажите, пожалуйста, что вас теперь держит на кухне? Потому что люди могут с компьютером, да, выходить, тем более вы были журналисткой. Какие у вас перспективы? Вы так и собираетесь на кухне видеть, продолжать видеть гнездо? Или вас что-то, какая-то звезда путеводная позовет в другое время и пространство? Спасибо. Пока не знаю, пока на кухне, но опять же, чем хорош, привлекателен писательский труд, я могу еще лет 20 оставаться молодым автором, как меня называют. И вот это уже будет много лет, все равно молодой автор. и потом я еще много времени это та профессия, где невозможно достичь какого-то предела. Ты не можешь сказать, что теперь я знаю все, теперь я могу все, теперь я знаю как вот это или вот это. Не знаю. Есть масса жанров, которые я не пробовала, есть куча идей, которые я еще не реализовала. Поэтому пока мне безумно любопытно самой пробовать. Но вы благо мне не запрещают. Пока мне само интересно с этим, я буду этим заниматься. Конечно, да. Да, спасибо. Есть еще вопросы? Ну что ж, если вопросов нет в завершении нашей встречи, приоткройте завесу тайну. Расскажите, над чем вы сейчас работаете, о чем будет ваша следующая книга, чем порадуете своих поклонников влезая все время? Ну вот следующая книга должна быть в конце августа, я надеюсь, это сборник рассказов, так или иначе объединены как раз путешествиями, то есть что-то происходит или в самолете, или на вокзале, ну это такая условность абсолютная. Там рассказы совершенно разные по настроению, по форме, по объему, но они не все простые, да, они не все однозначные. Как раз почему вот поездка или там самолет это то самое единственное место и времени, в котором развиваются и трагедии, и какие-то счастливые истории, то есть это идеальное помещение для любой истории. сейчас работа над руками все, пока не понимаю, что это будет, что-то из этого получится, пока бьюсь головой об стену в поисках того самого вдохновения, которое не приходит. Не знаю. Да, спасибо вам за ответ, надеюсь, осенью мы увидим вас на нашей сцене вновь с презентацией вашей новой книги. Пользуемые гости, давайте поблагодарим вас, что пришли. Спасибо.